Звонки телефонные, так напрямую. Вы что, хотите, чтобы я у вас задал оточки? Саша, почему вы взяли у Юры цветы? Ты хочешь, чтобы я выгнала как и то и того? Я говорю, не, не, Николай, ну все, мы больше не будем у них брать. Тобар она, естественно, не возила с Гаваньей. Она его брала здесь, ну, накидывала рубль два на цветок. Получается, этот же цветок я мог взять у того, кого она взяла. Ну, а мы... Дешевле. Да. Получается, у меня свой товар, и мне это было все равно. Ну, не все пошли на это, это самые ее условия. Она начала выгонять... За что вы знали? Да, я пьяная Люда. Да, девчонок повыгоняла, потому что он у них у своего товара нечет. Нет, повыгоняла нас. Меня выгоняли на... Вот девочку война, вот девочку. Мы хотели всегда защитить. Мы создали профсоюз свой. Пошла только пошла бумага в профсоюз, только послал первое письмо. На следующий день нас просто тупо начали выбрасывать следы. Мы начали выбрасывать следы. Мы начали милиционеров насылать, пожарники и все такие... На свою же торговую улицу. Да, да, да. Да, говорите, наши, например, говорите, что это... Это не мои, они сами... Вы понимаете, что вы проверяете, другого не проверяете. Вначале у меня забрало точку, потом я забрал у Тани. У Тани забрал эту точку. А в сиденье платили, и получается, что все не платили, а кто крайний. Ну, почему тогда возник... Ну, вы ее защищаете. Ее позиция такая. Я понимаю, почему я озвучил. Потому что есть вопрос в судах, не есть основания. Можно, что хочу сказать? Я хочу... Нет, давайте я вам... Слушай, я хочу разобраться. Для вас это все понятно. Понимаете, вы живете в этих эмоциях, как вы говорите, уже два года. А я вот... Ни в два шага, я хочу разобраться. С конца скажу, вы же еще все это начало. Я хочу разобраться. Она, давайте я... Потому что я понимаю, что вы... Учетам скажи именно то, что разве не все. Я хочу понимать, что она будет имела часть 20 процентов. Да, 80 процентов в мире другие юридические лица. И произошел конфликт, я понимаю, с неюроком, я не могу говорить. А вот это... А чего он произошел? Маши и садилов был. Она сейчас занята. Почему? Потому что рейдерским захватом... Рейдерским... Другим не назовешь. Они пришли, выломали... Рядом не дверь. Выломали стену. Нет, подожди. Получается, один человек начал возмущаться. Это... Возмущаться. За этим заинтересовалась уже... Ну, пошла шумиха. Остальные акции. Да, остальные акции не разинтересовались. Она была директором. Все было хорошо. Но мы же никому не жаловались. И когда это все заинтересовались... В своем котле валились? Мы не платили, и она нас не трогала. Кто не платил, мы не платили. Ее вымали. Вот. Все. И получается, мы продлились в своем котле. Но потом, когда уже один человек не выдержал, сумма в десять тысяч долларов. Это все. За что? Ну, за что? За два бутика. Мы ей заплатили десять тысяч долларов. В общем, я вам скажу так. А она через два года выйдет. Здесь я никому ничего нового не говорю. У меня так же самое на этом рынке два бутика. У меня проблема была там с детьми. Вот. И я хотел, говорю, звоню ей. Надежда Николаевна. Я могу продать эти бутики? Она говорит, да, можешь. И Альшан говорит, ну, можешь продать мне 15 тысяч долларов, а не 10. Через месяц, через сколько там, примерно, да? Она выгоняет пирожи. Я звоню ей. Надежда Николаевна. Разве так можно? Какая у тебя разница? Я тебя не трогаю. Я серьезно ей позвонил. Я говорю, по-человечки, нельзя же так. У меня там то авария случилось, то то, то это. Потом звоните мне. Она говорит, причину, подожди. Причину. Не она мне говорит, а Виталия ее мне взяла. Ты понимаешь? У нас есть видеосъемка, где на стекле было написано «продается». Было написано? Ты выдаешь информацию? Мы же туда. Нет. На основании того, что они написаны.